да ну алё привет привет да 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 мам слушай мне сейчас некогда я занят позвонимся эти позвоню сам ну да я занят некогда не все давай давай а че так не напишут а алё мам да так вот лежу отдыхаю полежать хотят отдохнуть то столько дел было ну да то дыхать давай потом поговорим созвонимся я тебе все расскажу все давай счастливо да да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это за чудесные места вокруг меня? Да я же парю как птица, я впервые ощущаю тебя таким свободным Знаешь, мамой, где я был? А вы кто? Я был маменькой сыночек У меня был воротничок чистый Ходил я один всегда Все равно не могу понять кто вы Дружище, если ты не знаешь кто это, я тебе сейчас поведаю Это Ревас Габриадзе Его имя мало кто знает Мимино, Паспорт, Кинзадза Я думаю, эти слова вам более известны Даже не верится, что автор таких культовых творений Не особо популярен среди нашего населения Но до сих пор строки из его сценариев Цитируются в каждом уголочке нашей необъятной родины Ревас это грузинский художник, поэт, скульптор Чижик-пыжик в Питере видали? Так вот это его рук дело Кукловод, сценарист, режиссер Короче, уникальный творческий человек Трудился он и за рубежом Во Франции, Швейцарии, Америке Если многие говорят, что Линч без Бодоломенти Был бы обычным психом То им можно сказать, что Союз Габриадзе и Данелий Был одним из лучших тандемов в отечественном кино И очень классно, что сын Реваза Габриадзе Ливан Тот самый, который играл Гедевана Александровича в Кинзадзе И снимал елки с выкрутасами Сделал подарок своему отцу Видя данной ленты Задумав ее еще в далеком 1994 году Записывая истории своего отца А также радует, что Бекмамбетов Среди всех своих проектов Наконец-то спродюсировал что-то достойное Я не могу назвать этот фильм полноценно документальным Скорее, это мультипликационная зарисовка И жизни замечательного творца По духу он мне напомнил большую рыбу Тима Бертона Где выдумка и правда Смешиваются в танце квазреальности И ты думаешь Да не может быть, ну че ты мне тут чешешь? А потом уже начинаешь во все это верить Так все интересно рассказывает автор Тут-то ты и понимаешь Что отличает великих сказочников Они сами верят в свои истории Они ими вдохновляются, они доносят их до нас И развивают тем самым наше воображение Для фильма было использовано около 500 картин рисунков самого Реваза Которые в дальнейшем были оцифрованы и анимированы Стилистика в фильме абсолютно уникальная Меня с первых секунд покорила кажущаяся корявая анимация То звезда недорисована на самолете То сам самолет неровный То кепка крайне непропорциональна голове На первый взгляд кажется Вся эта нечеткость будет отвлекать и отталкивать Но по итогу понимаешь Что это сделано для того Чтобы расслабить нас с вами Чтобы мы не тратили время и эмоции На разглядывание рисованных компьютерных красот Ведь авторы не хотят нас чем-то впечатлить или удивить Не забываем, что основной этап, описываемый в фильме Это детство И режиссер ставит себя в равные условия со зрителем Ведь все мы когда-то были маленькими И рисовали не идеальные, но честные рисунки Наполненные обаянием и шармом Все это максимально погружает и возвращает нас в наши детские мечты и воспоминания Ливан не зря показывает именно детство своего отца Ведь именно на этом этапе наш мозг наиболее впечатлителен и гибок Он готов жадно поглощать информацию И формирует основные моменты характера И будущего восприятия жизни Ревас был закрытым тихим ребенком Погруженным в свой мир рисования и книжек И мы постоянно видим мелькание таких имен, как Гегель, Толстой, Достоевский Именно детские образы в дальнейшем отражались в его творчестве Которое он, ко всему прочему, наполнил грузинским фольклором Не забываем, что Ревас был ребенком войны И период, описываемый в фильме Это послевоенные, тяжелые, голодные годы Но они показаны очень душевно и уютно Особенно это ощущается в том, как по-детски наивно изображены политические деятели тех лет Сталин, Молотов, Гитлер, лидеры На секундочку Отправлявшие на смерть толпы людей Но все эти образы Ревас наполнил любовью и обаянием Показывая, что его детское восприятие и мечты Помогли ему справиться с тяжелыми временами Совок, обычно вызывающий в фильмах отвращение В данной ленте подобных чувств не создает А вообще, учитывая, что описываемые действия происходят в красивейшей Грузии То и вовсе про это забываешь Как я говорил уже ранее, Леван сделал фильм с любовью к своему отцу А сам Ревас, в свою очередь, тоже благодарит ленте свою семью В частности, мать и дедушку с бабушкой Которые воспитали его и не бросили в трудный период Во время просмотра мне вспомнилась автопиографическая книга Марка Шагала «Моя жизнь» Возможно потому, что маленький Резо сам немножко похож в фильме на Марка Но скорее потому, как Шагал щемяще описывает семью и все, что связано с родными на своем детском этапе жизни Какую дань уважения отдает им И как сильно заостряет внимание на детских воспоминаниях, заложивших основу его творчества Похожие эмоции вложил ленту и Ревас Габриадзе В одном из моментов, где Резо с дерева шлет поцелуй Вивиан Ли Мы видим кадры из фильма «Мост Патерлоу» Это Ливан отсылает нас к спектаклю своего отца «Осень нашей весны» Где сказочный сюжет про птичку Бориса Содержит сцену протыкания клювом киноэкрана, пытаясь поцеловать Вивиан Ли Скажу честно, я не знаком глубоко с творчеством Реваза Но так понимаю, что Ливан по кусочкам взял из проектов своего отца И создал уникальное творение, которое само все расскажет про его папу И это творение получилось очень простым, честным и по-семейному трогательным Кстати, название фильма взято из детской грузинской потешки Которую Реваз напевает с самого детства И действительно, слушая этого старика, понимаешь, насколько серьезен человек Прошедший тяжелейшие послевоенные годы И сохранивший в своем сердце детскую наивность, тепло и уют И который благодарит детство как важнейший этап в своей жизни Наполнивший его сердце фантазиями, образами, любовью к природе Вниманием к мелочам и деталям, тягой к новому и прекрасному Защитивший его от злости окружающего мира Но самое главное, все это он смог сохранить Именно поэтому в течение часа экранного времени Наши души наполняются теплом, а не сухими биографическими фактами Алло, мам, привет! И да, тоже рад тебя слышать Извини, что не звонил И не перезвонил Я тебе сейчас все расскажу Ты просто не представляешь Поделюсь с тобой абсолютно всем И да, мам, да А знаешь, мам, где я был? Ты садись там поудобнее Я все расскажу тебе Как на лодке ностальгия по волнам Реоне плыл Как дедуля и бабуля приютили у себя в избе Как я с немцем подружился Как он сделал туалет Как писал любви признание в свои-то десять лет И как нос на самокате рассекал по мостовой Убегая от мальчишек, замахнувшись рукой Нет, не думай, дорогая Не держу на них я зла А ты знаешь, от воспоминаний Душа моя под одеяло заползла Ей там тепло Ей там комфортно Лишь только там она свободна Да-да, мам, я понимаю, что звучу сейчас слишком старомодно Давай я лучше расскажу тебе про свои сны Где я встречался с монстрами С лягушками курил И где народ трудами трудными Я все же покорил И сразу легкие И сердце Голова Любою стали до краев полной Знаешь, мама Где я был В детстве И его я не забыл Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова